Друзья, мы сегодня продолжаем читать книгу Откровения. Восьмая глава, с первого по пятый стих. «И когда Он снял седьмую печать, сделалось безволвие на небе как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано было им семь труп. И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было им множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем жертвенника, и поверх на землю. И произошли голоса, громы, молнии и землетрясения. Когда мы говорим, что Он снял седьмую печать, и когда мы читаем это в наших Библиях, мы сразу знаем, кто это снял, правда? Потому что Он с большой буквы. Это точно Бог. Но если мы вспоминаем предыдущие главы, вот только Иисусу Христу дано было это право открыть. Это Иисус Христос, истинный Бог, снял седьмую печать с этой книги, с этого свитка, который разворачивался. И дальше видит Иоанн семь ангелов. Семь печатей – это полнота какой-то информации. Семь труб – это полнота силы Божьей, которая провозглашается через ангелов. И вот такая картина. Ангелы стоят, и наступает, снимается седьмая печать, и начинается тишина. Тишина, как бы на полчаса. Тишина, как бы на полчаса. Почему как бы? Ну, мы уже говорили с вами, что время там течет по-другому. Не так, как у нас на земле. Поэтому многие события, которые мы видим там, описаны как последовательные события, на нашу линейку времени выливаются по-разному. И вот как бы на полчаса. Сложно было сказать, это только его ощущение, как бы на полчаса. Друзья, вы знаете, как останавливается время даже в нашей жизни? Я скажу, вот здесь сидит в этом зале свидетель Павел Шельпук. Не знаю, Петра Семенника, наверное, нет, будет на втором служении. Мы ехали на микроавтобус, у нас был такой микроавтобус «Форд». Старенький «Фордик» такой. Ехали в Москву вместе с группой спасения. И в одном месте на трассе было зеркало из льда. И мы попадаем на этот участок, вот проезжая мост, попадаем на этот участок, и наш бус начинает вращать. И вот это ощущение непонятного времени, оно как будто замирает. Ты ничего сделать не можешь, и как будто в замедленной съемке все это происходит. Это было место еще одного чуда Божьего. Друзья, мы могли разбиться, но... Послушайте, мы зацепились фаркопом за знак, который был на разделительной полосе между трассами. Между дорогами. Повернулись возле этого знака, он согнулся, хорошо был забетонирован, и остановились. С автобуса, с колес, с дисков, резина слетела. Вот, ну вот вы представляете, какой силой было это вращение. Мы ее не порвали, она просто слетела от удара. Пришлось взять у грузовика, вручную не могли накачать, взять компрессор и резко дали напор воздуха. В принципе, смогли эти колеса даже восстановить возле машины. Я помню вот это, когда время все как будто остановилось. Потом я смотрел на этот бус и думал, вот если бы тебе сказали, что на такой скорости ты будешь лететь, вот так груженный, да, покажу точку, куда тебе нужно удариться, чтобы никому ничего не произошло. Мы получились, нас прижало к сиденьям, он ударился задом и крутанулся. Паша, помнишь это, да? Вот сейчас анализируя, вспоминаю, думаешь, ну вот огромное-огромное чудо, живой Бог. Вот найти этот фаркоп, зацепиться за знак и крутануться, правда? Чтобы сбросить всю эту инерцию. Это чудо. И вот это ощущение тишины, когда время, ты не знаешь, сколько прошло времени. Я не знаю, сколько вот все это событие происходило, но ощущение как будто в замедленном каком-то фильме. Друзья, у нас на земле иногда тоже время для нас самих или ощущение времени по-разному протекает. Вот поэтому наступила тишина. Есть такое понятие «затишье перед бурей». Вы слышали «затишье перед бурей»? Вы все знаете. Если вы учили в школе, вы знаете, что такое «затишье перед бурей». Приходит учитель, открывает журнал и говорит, к доске пойдет. Правда? И наступает тишина. Тишина. И наступает тишина. И ты приблизительно интуитивно знаешь, где находится твоя фамилия в этом списке. И вот когда ручка движется, и вроде бы прошло, да? Вроде бы проехало. Нет, она опять вернулась назад. Вот это «затишье перед бурей» так же? И наступает великая тишина. Никто не шумит, все ждут «затишье перед бурей». Временное успокоение в ходе каких-либо дел или событий. Интересно, историк один пишет. «Удивительно, нигде не бывает так спокойно, как в осажденных городах накануне решающего момента. Потом или осажденные сдают город, или выводят войска на последнюю схватку, или в городе начинается бунт, или непринятие идет на решающий приступ, сбираясь на стене, или же он уводит войска от греха подальше, узнав о подходе подкрепления. Да что угодно может быть потом, но перед тем самим, что угодно, в городе всегда очень тихо». Что-то должно произойти, друзья. И это часто происходит в нашей жизни. Например, 26 декабря 2004 года было землетрясение, которое вызвало огромную цунами, которая накрыла остров Суматра. Помните, да? И перед этим также наступила тишина. Очевидцы… Кстати, около 300 тысяч людей погибло. Это приблизительно население нашего Бреста. Наступила тишина, вода начала отступать от берега, и бросились люди туда собирать, там ракушки красивые, там какие-то рыбки в ямках, знаете. А животные почему-то побежали все в другую сторону. И потом ударила вот такая волна. И потом ударила вот такая волна. Друзья, однажды мы предстанем пред Богом. Однажды мы предстанем пред Богом, и никуда мы от этого не денемся. Как-то Владимир Познер задавал один вопрос политикам, музыкантам, известным людям. Что вы скажете, когда предстанете пред Богом? И Владимир Вольфович Жириновский сказал, что, 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 что? Я скажу, отпускай меня на землю, там дела не законченные. А Андрей Макаревич, когда задали ему этот вопрос, ответил так, а кто сказал, что у меня будет право говорить при лицом Бога? Кто сказал, что у меня будет право говорить при лицом Бога? Друзья, Бог заставит или научит, или поставит все на свои места, человек должен слушать от своего Творца, слушать того, кто сотворил. А мы живем в таком шуме, мы живем в таком шуме, что давно голос Бога для нас стал мелкий и не очень важный. Мы слушаем часто голос денег. в таком шуме, есть интересная книга, кто интересуется историей нефтедобычи. Вот книга называется «Добыча», написал ее Дэниел Ергин. Очень интересный труд, просто рекомендую почитать мужчинам, кому это интересно. И там пишется о Рокфеллере, один из таких фрагментов. Рокфеллер всегда говорил тихо, в полголоса. Он никогда не повышал голос. И любая аудитория замолкала, и все слышали, что скажет Рокфеллер. Знаете, почему? У него было много денег. Но так между делом еще хочу сказать, что этот богатейший человек, который всегда говорил в полголоса, он в баптистской церкви вел воскреску. С детками занимался всю жизнь. Ему ничего денег не нужно было от этого. Знаете, как этот Форест Гамм говорил, что так как у меня денег много, поэтому зарплата не нужна, и я кашу траву бесплатно. Слава Богу, у меня есть работа. Кашу траву. Вот. Он вел воскреску в баптистской церкви, потому что верил, что детки должны воспитываться серьезными людьми. Поэтому, может быть, еще реклама воскрески. Ребята, кто занимается бизнесом, пожалуйста, детки должны воспитываться серьезными людьми, бизнесменами. Если мы хотим, чтобы наши дети были серьезными, идите учителями на воскреску. А то, что получается, смотрите, кто воспитывает наших мальчиков? В детском садике кто? Тетя. А тетя как воспитывают? Вы знаете, хороший мальчик, не дерется, спокойный. А вот девочка тоже хорошая, сдачи, да, за себя постоит, понимаете? Вот так тетя воспитывает. Потом идут в начальную школу. Кто там воспитывает? Учителя начальной школы, конечно, одни мужчины, правда? А потом мы хотим, чтобы мальчики были мужественны, а девчонки были женственными. Поэтому я призываю братьев следовать примеру Рокфеллера, идти в воскреску. очень важно и нужно. Возможно, Бог вас благословит и будете как Рокфеллер. И вас будут слушать, когда вы будете говорить в полголоса, да? Представляете, не надо орать. Жена будет тихонько слушать, теща, теща будет слушать. Вот так, друзья. Мир сегодня шумит, заглушая голос Бога. У нас постоянно... Я знаю много семей, где телевизор не выключается с утра и до глубокой ночи. Он как член семьи, правда? Когда он не трещит, вроде бы кого-то не хватает. Вроде кто-то умер, правда? И иногда такие люди, приходя в гости, они даже, может, как будто его не слушают. Понимаете, этот фон, который сидит там, тарабанит, 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 тарабанит. Они ходят, занимаются своими делами, разговаривают. Но только ты выключишь телевизор, наступает великая тишина. Что-то не то. Друзья, сегодня очень много голосов. Но это старшее поколение. Молодое поколение уже не растет на телевизоре. Молодое поколение имеет хорошо накачанные пальцы, потому что надо работать с гаджетами, правда? И голос гаджетов, вся эта информация, она забивает голос Бога. Она забивает настолько голос Бога, что потом иногда, когда мы попадаем в какую-то тяжелую ситуацию, мы вопим Господу. Господи, ответь мне. А он говорит, да я тебе давно отвечал, вынь наушники, да? Вынь наушники. Я давно тебе говорю, вынь наушники. Итак, друзья, мы живем в шуме. И почему этот шум заглушает голос Бога? Почему Рокфеллер говорил в полголоса его слышали? Значит, голос Бога для множества людей не важен. Есть другие, более важные голоса, которые они слышат. Если матери важен голос ее ребенка, она услышит его средь тысячи других голосов, да, и побежит на помощь, потому что ему плохо. Голос Бога все еще продолжает звучать к тебе и ко мне. Голос Бога все еще продолжает звучать к этой земле. Но люди суетятся, люди бегают, им не до этого. Никто не думает, что однажды им нужно пристать пред Богом и как к Жириновскому, и Макаревичу, и нам с вами, да. Вот. Однажды нам нужно предстать пред Богом. Вот. И будет ли у нас право говорить или нет? Есть хорошая надежда. Есть хорошая надежда. Евангелие от Луки, 21 глава, 28 стих говорит, что мы будем говорить, потому что мы встречаемся с нашим отцом. Понимаете? Вот как-то один из авторов описывал жизнь президента в Америке и рассказывал про маленького ребенка, который шел мимо охраны, мимо спецназа. Вот. Шел к президенту и забирался ему на колени и сидел там. Потому что для него это был не президент, это был папа. Для кого Бог отец? А если ты его ребенок, у тебя будет любящая встреча с любящим отцом, у тебя будет прекрасная возможность поговорить с ним. А у остальных может быть этой возможности и не будет. И даже у Жириновского, как бы он ни кричал, у него тоже не будет такой возможности, если он не поканится и не станет, не покается и не будет Божьим ребенком. Правда? Если Бог не возродит его. Итак, друзья, мир сегодня шумит, потому что голос Бога не важен. Мы слушаем этот шум, он нам родной, голос Бога не важен. А Бог сегодня все еще продолжает говорить к нам, в первую очередь через свое слово. А у нас нет времени, чтобы открывать и читать это слово. Это вернейшее пророческое слово, которое должно формировать наше сознание, которое должно формировать жизнь общества. Но мы в шуме живем. Мы живем в шуме. И этот шум это наша духовная составляющая. и так очень важно понимать, что будет голос Бога звучать ясно однажды в нашей жизни. И вот Иоанн видит это событие и наступает тишина. Все замолчали. Все замолчали, потому что Бог вступает в действие. Бог вступает в действие. И никуда мы от этого не денемся. И когда он, друзья, дальше идет описание, идет описание ангела, описание ангела, который держит кодильницу и в ней молитвы святых. И вы знаете, что вот так, судя по всему, восьмая глава это продолжение шестой главы. Потому что в шестой главе мы видим убиенных перед поджертвенником. Помните, Евгений Ковалев проповедовал, говорил о том, что души это и жизни, одно и то же слово, которое под жертвенником Божьим, это сразу, когда ты читаешь и дословно представляешь эту картину, то мне жалко этих душ, понимаете, так вот лежат души, на груди у них стоит жертвенник, им там плохо, этот жертвенник давит их души под жертвенником. Но, друзья, это из серии, как ботинки свистнули, правда? Если переводить дословно, никак не будет обозначать то, что знаем мы, правда? Тот смысл, который вкладываем мы, если иностранец будет переводить дословно. Что такое души под жертвенником? Евгений говорил, это души в руках Бога. Вот жертва, которая приносилась, она передавалась в руки Божьи. Это значит, что это люди, судьбы которых и жизни уже в руках Божьих, и им там хорошо. И помните откровение шестая глава, когда снималась пятая печать, вот, Иоанн увидел эти души убиенных за Слово Божье, и они вопили, Владыка, доколе не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. И даны каждому из них были белые одежды. И сказано, чтобы они успокоились еще на малое время, пока сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они дополняют число. И смотрите, в Откровении 8 глава, 3 стих, и пришел иной ангел и стал перед жертвенником, перед этим жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом, и вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. Друзья, оказывается, надо молиться. И они вопили о несправедливости. Сама смерть их кричит о несправедливости. Вот такое ощущение, что, опять же, когда мы прочитаем, что они кричат о несправедливости, вот, творящиеся на земле, хотят, чтобы Бог пошел и всех наказал. Но, друзья, если мы изучаем Слово Божье, мы видим, что убийство само кричит перед Богом. Например, Бытие, 4 глава, 10 стих. Сказал Господь Каину, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Понимаете? Сама несправедливость кричит к Богу. Бог слышит боль и крик с земли о творящейся несправедливости. Или, например, Иакова, 5 глава, 4 стих. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши. Что делает плата? Вопиет к Богу. Друзья, и много можно мест находить, да, которые говорят о том, что кровь пролитая, несправедливо убитых, обман финансовый, обман сироты и вдовы, потому что Бог, защитник сиротов, вдов кричит к Богу. С земли вознесется крик, крик пред лицо Бога о творящейся несправедливости. И, друзья, когда мы молимся, иногда Бог что-то делает, а мы выходим, благодарим. Иногда Бог, следуя своим каким-то планам, которые мы не понимаем, не сразу отвечает от нашей молитвы. И иногда, общаясь с людьми, я слышу, а зачем тогда молиться, если Бог сделает все то, что он считает нужным? зачем тогда молиться? Друзья, когда мы молимся, мы общаемся с Богом, мы учимся от Него, мы преображаемся в Его образ, даже если Он сделает не так, как мы просим. родители, я знаю, что каждому из нас очень важно, чтобы наши дети разговаривали с нами. Мне, как дедушке, очень важно, чтобы мой внук общался со мной, хотя я не всегда делаю то, что он хочет. И он должен сказать, а какой смысл с дедом общаться? Он все равно делает то, что он считает нужным. Но мне важна его реакция, мне важно видеть его глаза, мне важно, как он отвечает. И, друзья, он учится жить взрослой жизнью. От таких маленьких вещей, как кушать ложкой, ходить на горшок и дальше, дальше, дальше помене. И это от того, что он общается. Если он не будет общаться, он не будет преображаться в образ взрослого человека. Он может вырасти большим, но останется глупым, тупым ребенком. Друзья, когда мы общаемся с Богом через Писание и молитву, мы преображаемся в Его образ. А когда мы этого не делаем, мы превращаемся в глупых и тупых детей и христиан, которые 20 лет, 30 лет в церкви, но также и остались где-то на уровне эмбриона. Общаться надо. И вот там молитвы, которые от земли возносились к Богу, молитвы, которые там звучат, тех, которые несправедливо убиты перед Богом. И мы видим, ангел берет эти молитвы. Ни одна из них не потеряна. И он смешивает их с имиамом, кладет их в кадильницу. Друзья, описано торжественное богослужение, которое там происходит на небе. И эти молитвы возносятся при лицо Божье. Эти молитвы возносятся при лицо Божье. Молитва представляет нас перед Богом. Молитва открывает наши сердца перед Богом. ни одна из них не потеряна. И вот берет ангел кадильницу, наполняет ее огнем жертвенника и бросает ее на землю. И происходят голоса, громы, молнии и землетрясения. Это пятый стих. Интересно, что пророк Иезекииль в девятой и десятых главах описывает очень похожую картину. Вот в девятой главе он видит человека, который с прибором песца идет по городу и отмечает своих. Мы знаем, что в предыдущих главах были запечатлены дети Божьи. Отмечает своих. И потом идет наказание. Иезекииль десятая глава. И говорит он человеку, одетому в льняную одежду, пойди войти между колесами под Херумимом и возьми полные пригоршни горящих уголев между Херумимом и брось их на город. И бедствие происходит в городе. Интересно, что пророк Иезекииль говорит о наказании одного города. Города Иерусалима. И девятая глава говорит нам, что наказание начнется с места, где стоял храм. О чем говорит это пророчество? Может быть о неоднократном разрушении храма, когда он сгорал в 70-м году, например, уже новой эры и раньше. Я не знаю, но это бедствие. И очень часто Бог начинает наказание свое с детей Божьих. Помните такую фразу? Время начаться суду с Дома Божьего. Потому что прежде чем наказывать мир за несправедливость, Бог очищает своих. Бог приводит в порядок своих. Мы кричим о несправедливости, но Бог понимает, что если Он изольет гнев свой на несправедливость, то возможно этот гнев сожжет и нас с вами. Мы кричим, что Бог наказал обманщиков, но скажите, друзья, а кто из нас ни разу не обманывал? Мы хотим, чтобы Бог наказал нечестных, но кто всегда был честным? Мы хотим, чтобы Бог наказал гордых, которые возвышаются над нами, но разве мы никогда не возвышались над другими. И часто то требование, которое мы выдвигаем Богу, обведя Его в том, что творится несправедливость, чтобы Он наказал, мы так и представляем наказание, Бог тех накажет, а меня не тронет. Но если Бог наказывает обман, Он бьет по обманщикам, если гневливых, Он бьет по гневливым, если гордость, бьет по гордым. И поэтому Он очищает Своих, Он приготавливает Своих к этому дню, когда эта кадильница повергнется на землю. Интересно, друзья, что там речь шла о Иерусалиме, а Откровением 8.5 говорит, что Он повел поверх эту кадильницу на землю, и произошли голоса, громы, молнии и землетросения. Бедствия из локальных превращаются в глобальные. И мы видим, как разворачивается страничка истории, как бедствия из локальных все больше и больше превращаются в глобальных. Если бы в средние века была вспышка какого-то коронавируса, то она бы осталась локальной, потому что не было самолетов, не было средств передвижения быстрых, таких, как есть у нас. Люди шли неделями, проходя через горы Гималайи, например, чтобы добраться куда-то. И вот представляете, человек заболел, пошел в горы и там умер. И никогда он ничего не принес. Понимаете? А теперь наши самолеты, наши корабли, наши машины, наши скорости. Хорошо, что еще по интернету не передается, правда? Слава Богу за это. Но возможно что-то придумает. Друзья, буквально вчера смотрел передачу, вы знаете, на 3D-принтере мясо печатают. Вот печатают мясо, потом жарят, кушают людям, дают люди, говорят, вкусно. Это отступление просто. Вы знаете, я смотрю на то количество молока, которое продается в магазинах, я вообще не вижу коров на полях. Думаю, откуда это молоко берется? Ну ладно. Интересно, друзья, что когда события, которые описывает Иезекииль, касались Иерусалима, город Иерусалим это был город, где жили люди, которые знали Бога. Когда выливается эта чаша или кадильница падает на землю, вы знаете, земля сегодня. Наверное, нет такого уголка, которые говорят, что они не знают Бога, правда? Матфея 24, 14, и проповедана будет всей Евангелие Царства по всей Вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Друзья, удивительно, удивительный мир. Мир, который себя считает христианским, а живет так, как хочет. И в этом мире Бог, не Бог, в этом мире Бог, человек. Это мир мы называем гуманистическим миром, люди правят, люди решают, что хорошо и что плохо. Не это ли обещал Сатана, когда искушал Еву? Вы будете как Боги. Люди решают, что хорошо и что плохо. Что правильно, а что неправильно. Но при всем этом этот мир называет себя христианским. А врагу все равно, как ты себя называешь. Главное, чтобы суть твоя была такая, которая ему открыта, ему принадлежит. Вот Иерусалим также формально был город людей, которые знали Бога. Но он отступил от Бога. Иезекииль описывает бедствие. Мир сегодня формально считают сегодня все верующие. пройдет и поспрашивает. Все верят, все верят. Но живут как? Что думаете, количество абортов стало меньше, чем во время коммунизма или социализма? Нет. количество обманов или разводов стало меньше. Нет, может даже и больше. Но зато, вы знаете, мы вот так по верующему разводимся. Вот они так по неверующему разводились, а мы по верующему. Абор делали по неверующему, а мы по верующему. Понимаете? Друзья, грех остается грехом. Неужели мы этого не понимаем? И так много есть учителей, голосов, которые шумят, 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 шумят. И однажды Бог поставит этот мир на паузу. И люди будут слушать то, что говорит Он. И только те, которые возрождены, которые Его дети, поднимут головы свои и скажут Папа, привет. А для остальных будет просто тишина. Поэтому я надеюсь, друзья, что мы возрожденные дети Божьи. Я надеюсь, что в наших сердцах живет Дух Святой, залог Духа Святого. Мы запечатлены, как у Эзекииля этим песцом или как эти печати. Мы говорили, мы дети Божьи. Это те, которые одеты в белую одежду. Которые спасены из множества народов. Пусть благословит нас Господь. Аминь. Помолимся. Господь милосердный, мы благодарим Тебя за прекрасное, живое Твое Слово. Господь, живи в нас. И Господь, за шумом, за шумом мира этого, за шумом множества голосов, дай Господи нам на первом месте всегда слышать Твой голос, узнавать его, искать его, стремиться к Нему. Благослови нас этим, Господь. Аминь. Аминь. Спасибо. Спасибо.